Душеполезные песни Смысл был в том, чтобы соединить, казалось бы, несоединимое, свести всё в одну историю по принципу просто любви, уважения и интереса друг к другу, то есть к тем, кто в этом проекте участвует. Мне кажется так, да, Андрей Николаевич? В двух словах можно сказать, что мы сегодня существуем, живём в таком поликультурном мире, в котором существуют разные пласты. И там авторская песня, и рок, и авангард, и классика, и фольклор. И духовная музыка, и всё. И каждый из этих форматов существует в своём собственном обособленном мире. И мы попробовали эти форматы свести вместе, потому что, когда эти песни звучат одновременно в одном проекте, они, отражаясь друг от друга, придают этим песням несколько иной смысл, новый смысл, который нам был очень интересен. А поскольку мы все любим друг друга, и нам интересно показать, как наши друзья это делают, вот мы сделали такую историю. Кто же вошёл в этот проект? Андрей Николаевич Котов, замечательный исполнитель духовных стихов, руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», Владимир Волков, Санкт-Петербург, мультиинструменталист, контрабасист Сергей Старостин. Я занимаюсь фольклором, ну, не как бы занимаюсь фольклорной музыкой, но и, кроме всего прочего, люблю всякую другую музыку. Ну, что же, а я думаю, что визитной карточкой этого проекта, музыкальной визитной карточкой, является как раз композиция, которая сейчас прозвучит. музыкальная визита музыкальная визита Заведу я компанию, я гуляю, да веселюсь, я гуляю, да веселюсь. Я гуляю, да веселюсь, я гуляю, да веселюсь, никого я-то не боюсь, никого я-то не боюсь. Никого я-то не боюсь, никого я-то не боюсь, я не чую скорость смерти, подскочила скорость смерть. Подскочила скорость смерть, да подскочила скорость смерть, как упала ровно стравы цвет, Как упал ровно островый свет Вы прощаете, друзья, братья Вы прощаете, друзья, братья Все, товарищи мои Все, товарищи мои Не приду я более к вам в компанию Не приду я более к вам в компанию И не буду более с вами Я в советовании Ничто моей душе да не поможет Ничто моей душе да не поможет Ничто моей душе да не пособит Ничто моей душе да не пособит Не имение да не богачство Ни имения, ни богачства, ни гордость высокоумья Только моей душе поможет, только моей душе поможет Тайная милостыня, тайная милостыня Только моей душе пособят, только моей душе пособят Ночные земные поклоны, ночные земные поклоны Заведу я компанию, заведу я компанию Я гуляю, веселюсь Текст — это северные духовные стихи Где-то это 60-70-е годы XIX века В смысле записаны эти тексты Тогда мелодию не записывали, записывали только тексты А мотивчики я подобрал просто Как раз после отмены крепостного права Как раз завели компанию Да, смысл этой компании в бренности бытия Особенно, так сказать, материального Когда мы в погоне за своими удовольствиями Теряем ориентиры А нам небеса напоминают о том, что Мы не за этим сюда пришли И все радости и удовольствия в этом мире временны Эпическая баллада, как у нас на «Синем на море» Была записана мною в Тверской области На границе со Смоленской На реке Меже Как сейчас помню, село Монина Одна очень памятливая бабушка Выдала на гора довольно много Очень интересных историй И вот среди них эта баллада Я сразу ее полюбил Взял в свой репертуар А потом принес ее в наш проект «Душеполезные песни» До некоторых пор Не очень задумывался над текстом Который я пою Точнее, над смыслами, которые там содержатся И только вот уже буквально в этом проекте «Душеполезные песни» Мы как-то общались с Андреем Николаевичем И пытались разобраться О чем же эта история Я и вам предлагаю подумать на эту тему Потому что то, что создавалось и формировалось В народных глубинах В народном сознании Оно предполагает все-таки наше Сегодняшнее с вами осмысление Тех идей, мыслей, которые там содержатся Как у нас на осеннем на море Субтитры создавал DimaTorzok Как у нас, как у нас Эй-эй-эй-эй-эй На синем ага на море Ай-эй-эй-эй Сильная дробь, дробная волна Не пора ли, ой, не пора Эй-эй-эй-эй Нам, братцы и да ребята Ай-эй-эй-эй С осеня Ох, море домой А меня, ой, а меня Эй-эй-эй-эй Удалова да мальчишку Ай-эй-эй-эй Темная ночка, ох, да обняла Как и я, ой, как и я Эй-эй-эй-эй Удалова да мальчишка Ай-эй-эй-эй Я на взгое, в взгоренке лежу Сквозь мои, ой, сквозь мои Эй-эй-эй-эй Кости да суставы Ай-эй-эй-эй Травка, муравка, ох, и проросла Сквозь мои, ой, сквозь мои Эй-эй-эй Да резвые ножки Ай-эй-эй-эй Снежка-дорожка, ох, и пролегла Эй-эй-эй-эй Сквозь мои, ой, сквозь мои Эй-эй-эй-эй Сахарные усты Ай-эй-эй-эй Быстрая речка, ох, и протекла Сквозь мои, ой, сквозь мои Эй-эй-эй-эй Прослышные ушки Ай-эй-эй-эй Черная змейка, ох, и проползла Ай-эй-эй-эй 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 Белая лебедь Ох, да гнездо вьет Ты не вей, ой, ты не вей Эй-эй-эй, белая да лебедка Ай-эй-эй, ты в моих Ох, кудряк да гнездо вей Ты слетай, ой, ты слетай Эй-эй-эй, белая да лебедка Ай-эй-эй-эй, народему Ох, да стороной Не скажи, ой, не скажи Эй-эй-эй-эй, белая да лебедка Ай-эй-эй-эй, что я молод Молод за пропалы А скажи, ой, а скажи Эй-эй-эй-эй, белая да лебедка Ай-эй-эй-эй, что я молод Молод женился О чем это, собственно, песня? Как одно из предположений, это такая версия в народной поэзии, Версия об изгнании человека из рая И желании попасть его обратно А вот как, какими путями он туда может попасть Что для этого, да, с ним происходит То есть как бы тело его становится тленным Но душа его постоянно стремится туда И он пытается послать даже посыльного в виде лебедя Ну, собственно, у кого в этом мире существует еще связь с небесами? У птицы, да И вот послать этого лебедя, чтобы он сообщил туда, на небеса Что я не пропал То есть я не пропащий Я женился Причем здесь женитьба Вопрос, да Ну, как бы действительно За что были изгнаны Адам и Ева из рая? Духовные стихи Их еще называют псальмы Их называют канты Вообще это песни В которых так или иначе затрагивается какая-то тема Жизни души И все, что связано с жизнью верующего человека И духовные стихи существовали столько, сколько существует вера Вообще они есть не только в христианской традиции Они существуют и в других традициях И в них отражаются все те вопросы, которые человек задает себе Исходя из представлений и его картины мира Это вопросы вечной жизни, вопросы покаяния, вопросы греха Вопросы встречи с Богом Вопросы мимолетности человеческой жизни Истории о святых, притчи и много-много всего Вообще эта культура занимала огромное место в жизни И нашей страны до советское время Поскольку страна была традиционно христианской Вот эти традиционные духовные стихи, которыми я занимаюсь многие годы Они отражают вот это миропонимание верующего человека Слово душеполезное взято из рукописей монастырских Где-то с конца 15 века в монастырских певческих рукописях Начинают появляться вот эти самые духовные стихи Они там никак не называются, просто написано там стих покаяльный Или там стих на смерть брата Или вот то, что мне там понравилось Там стих душеполезный То есть стих полезный для души Для души полезно задумываться о том, откуда она Что она, какое место она занимает в теле человека Какие у них взаимоотношения И вообще, что было до того и что будет потом Ну, собственно, те самые главные вопросы, которые человек в течение своей жизни Пытается так или иначе решить И считается, что как только человек эти вопросы для себя решает Ему можно уходить в лучший мир Следующая песня – это духовный стих Текст, который относится к концу 16 века Это так называемый монастырский духовный стих Вот я говорил, первый текст, записанный мелодией текста духовных стихов Мы находим в монастырских рукописях И вот этот стих у Человечия, он как раз оттуда ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тобу дар Божий дам Тебе. Не возгурдись, а вы в величестве своеме Воспоминай смертный часу, Яку земля еси, и в землю покеу Ты теши. О, человече, обоих Бог сотворил, Нища и богата. Нищи богатым и питаются, А богатый нищего молитвою спасен бывает. О, человече, обоих Богатым и питаются, О, человече, обоих Богатым и питаются, Да, слова не очень легко понять, поскольку это старославянский, И здесь как бы немножко церковно-славянский, Немножко бытовой. Все очень просто. О, человече, ащи, если честен властелин, То дар Божий дан Тебе. Не возгурдись и в величестве своем, Паки земля еси, в землю отыдишь. Человек, ты властелин в этом мире. Это дар Божий, и он дан Тебе. Не гордись своим величеством, Потому что ты из земли сотворен, И в землю отойдешь. А вторая половина. О, человече, обоих Бог сотворил, Нища и богата. Нищий богатым питается, А богатый молитву нищего спасен бывает. Все просто. А, распев. Да, тоже распев. Сейчас бывает сказать. Это знаменный распев. Вот эта мелодия не квадратная, Как бы не ритмизированная. Это как раз знаменный распев, Тот, которым записывали богослужебные песнопения. И вот монастырские стихи тоже записали знаменным распевом. Вообще, это тип распева, Который целиком подчинен смыслу слова. В нем нет какой-то мелодии, Которая была бы отдельной, Которая существовала как некая отдельная красота. Там все является осмыслением содержания слова. Поэтому вот такое непривычное для нас звучание, Непривычная такая конструкция. Больше половины духовных стихов, Которые сегодня записываются, И существуют и в аудиозаписях, И в рукописях многочисленных. Это духовные стихи, Так называемые духовные стихи, О расставании души с телом. Вообще, этот вопрос человека всегда заботил, И сейчас на самом деле заботит. Просто сейчас наша жизнь устраивается таким образом, Чтобы мы отодвигали этот момент подальше. А раньше человек это чувствовал и понимал. Потому что жизнь была скоротечна, Люди умирали от болезней, От огромного количества неприятностей, Которые были. Достаточно почитать историю. И человек всегда задумался об этом. И всегда знал, Что душа его бессмертна. Она пришла в мир, Подаренная Богом человеку. И дальше она уходит обратно. От тела человека. От земли питается, В землю возвращается. И вот процесс этот постоянно происходит. Происходит сегодня на наших глазах. И мы можем все это видеть и ощущать. И поэтому очень много духовных стихов об этом. Но они не скорбные. И они не тоскливые, Как сегодня многие морщатся и говорят. Ой, это так. Ой, не надо об этом говорить. Нет. Просто человек, зная вот этот размер Собственной жизни, Вот эту скоротичность, Он совершенно по-другому живет. Вот «Как ходил грешный человечий» Один из таких стихов. И Сергей Старостин его записал. И, собственно, от него я его узнал. Записан в Смоленской области. Но на самом деле этот духовный стих встречается И в других областях. Как и многие духовные стихи. Потому что духовные стихи передавались Через паломников и странников. Они не привязаны к какому-то региону. Мотивы могли бесконечное количество раз меняться. Потому что каждый мог петь на свой мотив. А вот тексты передавались, записывались. И существовали во множестве всевозможных списков. А второй стих, который мы споем сразу же просто, Привязываем его к этому. Ну, так у нас повелось в нашем концерте. Это переложение первого псалма. Кто читает псалмы царя Давида? Псалом первый. Блажен муж. И жене еди на совет нечестивых. И на пути грешных не ста. И на седалище губителей не седя. Правильно тот человек, который не ходит в плохие места. По всяким клубам, да. По всяким, да. Шастают туда, где вообще плохие люди собираются. Смысл, в общем-то, в этом. Где-то с середины XVIII века, когда дворянам стали давать европейское образование, их начали учить, в частности, из стихосложения. И вот одним из упражнений в стихосложении это было задание перевести в поэтический язык какой-нибудь духовный текст. Вот псалмы, в этом смысле, Псалмы пользовались очень большой популярностью. Поэтому у нас есть очень много вариантов. поэтического пересказа различных псалмов, начиная с Жуковского, Державина, Ломоносова и так далее, и так далее, и кончая даже Мандельштамом. Но вот то, что мы будем петь, это переложение первого псалма Николая Михайловича Языкова. Языков – это друг из современника Александра Сергеевича Пушкина. А мотивчик современный, очень расхожий, вы его узнаете. Как ходил же грешный человече, Он по белому свету. Как ходил же грешный человече, Он по белому свету. Приступили грешному человеку, К яму добрые люди. Приступили грешному человеку, К яму добрые люди. Что тебе надо, грешный человече, Те злата, те серебра, Что тебе надо, грешный человече, Те злата, те серебра, Те злата, те серебра, Те золотого деяния, Ничего ж на свете мне не надо, Мне не злата, мне не серебра, Мне не злата, мне не серебра, Не злата, не злата, не злата, Не злата, не злата, не злата, Только же надо грешному человеку. Один сажень земелики, Только же надо грешному человеку. Один сажень земелики, Один сажень земелики, Да и четыре досыки. Один сажень земелики, Дай четыре досыки. Блажен кто, мол, Судрости высокой, послушан сердцем и умом, Он и в ночной тиши, глубокой, при сиянии дневном. Читает книгу ту святую, где писан Господа закон, Он не войдет к беседу злую на путь, греха не вступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входят стыд и честь, И где зареет разгул безумных ула, злоречие и резность. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на том перу, Где брат обманывает брата-сестра, кривещет на сестру. Субтитры создавал DimaTorzok Но он, как древо у потока, питается от светлых вод И разрастается широкой в нем, спасенье возрастет. И разрастается широкой в нем, спасенье возрастет. Следующая история возникла, по крайней мере, в моей жизни достаточно неожиданно. Я люблю пересматривать старые тексты, старые сборники И выискивать в этих сборниках то, что было бы созвучно мне на какой-то момент. Вот тогда, более 20 лет назад, листая сборник Шейна, Собиратель сборник духовных стихов, и не только, 1861 года этот сборник, Я обнаружил текст, который как-то вот меня очень тронул. Пока молод был, горя не было, возрастать я стал, горя прибыло. Прямо вот как будто про меня было написано. Но у этого текста отсутствовала мелодия, То есть отсутствовала нотировка. И как тут быть? Вот текст есть, а как его распеть, не очень понятно. Ну и мне самое близкое, что оказалось на поверхности, И я перелопатил кучу распевов, Таких лирических, эпических самых разных стихов, песен Тверской области, И вдруг обнаружил, что на похожую какую-то мелодию, Или близкую мелодию, этот текст ложится. Так появилась история, пока молод был. А кому молод был, и горя не было, И ой, горя не было. Возрастать я стал, горя прибыло, И ой, горя прибыло, И ой, горя прибыло, И ой, горя прибыло, Продолжение следует... 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 Это не моя, ох, и доля. Заглянет ли солнце, да заглянет ли солнце, Ох, да не в моё оконце. Заплачет ли мать, да заплачет ли мать, Ой, не по своему дитя тебе. Лёгкая работа, гульба да охота, Это ж не моя забота. Любовь и услада, да любовь и услада, То не для меня награда. Венчальные свечи, дети на печи, Ох, не про меня те речи. А моя доля, а моя доля, Ох, да в очужбе не неволя. А мои грёзы, а мои грёзы, Только горькие слёзы. А мои, братья, а мои, братья, Ох, да цепей объятья. А мои сестры, а мои сестры, Всюду колья востры. А моя жонка, а моя жонка, Худа дежонка. А мои дети, а мои дети, Всюду мышь из-под клетей. Нечаю той доли, да нечаю той доли, Когда вернусь на волю. Орлом дай парете, соколам долетати, Счастья Бога искате. Воля на аму, воля, ищи ветра в поле, Это б для меня доля. Духовные стихи, если их как-то классифицировать во времени, в историю, они, есть нескольких таких направлений, пластов. Самые старшие тексты, которые мы, именно как тексты, которые мы находим, это монастырские стихи, вот конец 15 века, 16 уже появляются. Есть отдельная эпическая традиция, собственно, это большие-большие рассказы. Рассказы о святых, притчи, это, прежде всего, Егорий, или там Георгий Победоносец, Фёдор Тиран, Алексей Человек Божий, Два Лазаря. Ну, такие сюжеты, это или притчи, это или большие житийные. Собственно, сказители, они, в общем, не певцы, а не сказители, они рассказывали. Стихи 19 века, о которых мы говорили, это уже такая вот литература наиболее понятная, наиболее открытая современному человеку. Почему они, собственно, и сохранились в большей степени, чем какие-то остальные. И когда мы говорим о фольклорных стихах, которые, во-первых, они сохранились в деревне, потом сама форма текста в фольклорных стихах, она более свободная. Очень часто она бывает, с нашей точки зрения, неполная, но на самом деле она полная именно тем, что люди сохраняли в памяти и пели то, что являлось актуальным и находилось как бы внутри языка традиция. И вот следующий стих – это тоже текст, который записан на Севере. Это из сборника Петра Алексеевича Бессонова, это один из собирателей духовных стихов. А напев, вот я так же, как Сергей, я иногда придумываю напевы, если их нет. Дело в том, что, во-первых, не было инструмента запоминания, то есть могли записать какую-то общую мелодию, но в основном писали тексты. А мелодию поэтому приходится придумывать. Господи, Господи, Покажи день числа кончины мои. Покажи день числа кончины мои. Сколь я в мире не ликую, Я ей смерти не миную. Зайду я на гору высокую, Погляжу во тьму глубокую. Вижу я гробы, гробы, Превечные наши домы. Камени то головые мое, Песок источник постеля моя. Червито, соседи мои, Мать сыра земля. Прими на вечную жизнь меня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По сути дела это механическая скрипка, потому что здесь струны, по которым трет колесо. Колесо это вечный смычок. Он канифолится точно так же, как смычок. И вот крутится и трется. А здесь вместо пальцев флажки, которые зажимают. Две струны играют постоянный звук, а одна играет мелодию. Ну, это самый простой инструмент. Вообще, этот инструмент в Европе появился где-то на юге Франции в 11 веке. Этот инструмент есть у всех народов в Средневековье. А к нам он попал где-то в 17 веке, точно вот с другими европейскими инструментами. Начал постепенно в 17 веке проникать. И потом у нас он укоренился как инструмент слепых бродячих певцов-лирников. Почему я, собственно, на нем играю? Я под него пою духовные стихи. Эту песню я на самом деле искал. Записать-то я ее записал лет, наверное, там 35-40 назад. Но она как-то хранилась в архивах глубоко, и до нее не доходили руки. А связано было это с тем поиском подобной песни, что я прочитал брошюрку святителя Николая Сербского, которая называется «Мысли о добре и зле». И вот меня поразила в этой книге одна глава, посвященная Марии и Еве. То есть это было удивительно, что Мария и Ева были сведены в одну главу и стояли рядом. Никогда такого у меня даже в моей главе не укладывалось. А вот Николай Сербский все это сделал, и у него это очень удачно получилось. И я подумал, что где-то должен быть в народной культуре, в народной поэзии и отклик на проблему женского выбора. Выбор состоял в том, чтобы родить спасителя или родить убийцу, по большому счету. В жизни, конечно, не все так прямолинейно происходит. Как-то все гораздо многообразнее по-всякому происходит. Но вот сам вариант выбора, он меня как-то очень вдохновил. Я стал искать в текстах. И вот нашел этот текст, который, может быть, и не соответствует моим чаяниям, но, тем не менее, он как раз о женском выборе. Выбор между далеким и близким. Выбор между Богом и как бы земным существованием. Ну, может быть так. Надоела жизнь, надокучила. Надоела жизнь, надокучила. 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 Мне без мелого дружка жизнь похуже жила. Жень похуже жила. Я пойду с доски в темные лески. Темные лески через шер и болу, а на Боярский двор. На Боярский двор крутной матушке. Ты приграй, приграй, гродная матушка. Не будет. Мне которого, ой, да дружка любить Мне дружка любить Или дальнего, или ближнего Или ближнего А когда, не трог, мне все письма шлем Мне все письма шлем А как ближний дрог Ко мне сам идет Ко мне сам идет А когда, не трог, сухота моя Эй, ой, сухота моя А как ближний дрог Красота моя А ей, ой, красота моя Субтитры создавал DimaTorzok Опять же вопрос возникает О чем эта песня Ну, я предварил небольшим таким вступлением И можно переводить бытовой текст На какие-то другие уровни Можно этого не делать Но суть состоит в том Что женщина перед выбором находится Между чем выбрать Между сухотой или красотой Между дальним другом Который письма шлет Не обязательно, что это письма в конвертах Конечно, это послание Могут быть иного свойства И ближним, который сам идет Между духом и природой Этот вечный выбор Который не дает покоя Ни самой женщине Ни окружающему Ее вокруг миру Андрей Николаевич так не считает Чему? Я совершенно согласен Мир Я просто мир себе представил Окружающие женщины Следующая история Это эпитафия Когда уйду Ну, многие творческие люди Рано или поздно обращаются К теме собственного Какого-то ухода И как отражение Появляются художественные тексты Ничего в этом нет страшного Ничего особенного нет Ну, так возник этот текст А вот чем была навеяна мелодия Я даже сейчас и сказать не могу Она пришла Ну, первый вариант Эпитафия прозвучал Как караоке К одной из композиций Буэна Виста Сошел Клаб Это Я в 2003 году Просто попросил завести Мою любимую кубинскую группу Буэна Виста Сошел Клаб И спел под них караоке С этим текстом Это легло просто Как будто оно там и было По-настоящему Буэна Виста Это тоже душеполезная песня Буэна Виста Сошел Клаб Я уйду Не вздрогнут горы И вспять не повернет река Буэна Виста Сошел Клаб 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 Послушать, пиц, они щепечут О чем напеть я не успел Окончен бал погас Слезли свечи Оков и мой И твой удел Окончен бал погас Слезли свечи Окончен бал погас 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 Глубоко, глубоко в колодезю вода Глубоко, глубоко в колодезю вода Глубоко, глубоко под землёй урода Глубоко, глубоко под землёй урода Глубоко, глубоко в колодезю вода Глубже того, мое горе Глубже того, глубже того, мои скорби Глубже того, широко, широко разлилась река Широко, широко разлилась река Из поля широко, шире того Свет благодати шире того Далеко, далеко Убирал мой кот Далеко, далеко Ускакал мой конь Далеко, далеко Далеко, далеко Не догнать я в воду Далеко, далеко, не поймать его, далеко. Дальше того моя печаль, Дальше того, дальше того моя тоска, Дальше того, высоко, высоко улетел сокол, Высоко, высоко, взлетел сокол, высоко, 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 поднялся сокол, высоко, С облака улетел сокол, высоко, 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 Выше того моя любовь, выше того, выше того моя радость. Выше того, выше того моя любовь, выше того. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok